Здравствуйте, дорогие друзья! Такой короткий выпуск. У многих возникают вопросы моих пациентов. Многие пациенты приходят перелечиваться, так скажем. Какая история? Азимпик, употребление препарата Азимпик, оно показано при диабете второго типа. Все бы хорошо, то есть у нас бывает ярко выраженный диабет, когда использование Азимпика оправдано. Но у нас бывает следующая ситуация. Девочки, которые хотят быть очень быстро стройными и спортивными, и красивыми, в общем, начинают употреблять Азимпик без показаний. Что происходит? Если мы возьмем инструкцию к препарату Азимпик, мы увидим, что он, цитата прямо в инструкции написано, вызывает отсроченный выброс инсулина. У человека, у которого в целом лишний вес вызван либо легким повышением глюкозы, либо вообще вызван гиподинамией, и у него нет тем более ярко выраженного второго диабета, может быть, там есть инсулинорезистентность, но слабенькая, ему Азимпик будет только увеличивать его инсулинорезистентность, потому что будет увеличиваться количество инсулина. И применение препарата Азимпик без показаний может, наоборот, его привести к развитию диабета второго типа. Опять же, это не значит, вот как я про тестостерон рассказываю, здесь я тоже оговорюсь и по поводу Азимпика, это не значит, что сам Азимпик – это плохой препарат. Потому что когда у пациентов каскадно, особенно, соответственно, такой вот понарастающий, глюкоза прям день ото дня растет, вот, и чтобы, соответственно, такому пациенту, как у нас принято, такие вот остатки после советской медицины, ну, понятно, советская медицина, она неплохая, там просто не было ничего, да, и кололи инсулин. И до сих пор при диабете второго типа, несмотря на то, что, мало того, ну, Азимпик, ну, есть препараты сульфомочевины, ну, если уж там высокая, огромная глюкоза какая-то, сбейте препаратами сульфомочевины, соответственно, с контролем, с контролем кетоновых тел. Опять же, контролировать врачу кетоновые тела никаких проблем нет. Вся информация о том, как снизить, соответственно, количество кетоновых тел, вот, везде в учебниках есть, мы скоро начнем читать учебники. Вы сами увидите, услышите, что там вообще проблем никаких. Проблемы могут возникнуть только для пациента, если пациент, соответственно, ну, ходит к врачу, наблюдается, не в стационаре или даже дистанционно, это пойти прокапаться, да. Иногда нужно покапать себя, чтобы снизить кетоновые тела. Вот, опять же, не буду здесь в этом выпуске какие-то препараты конкретные рекламировать. Мы эту тему отдельно по кетоацидозу разберем. Вот, значит, ну, для нас что важно понять? Для нас важно понять, что применение препарата Азинпик не оправдано у лиц легкой инсулинорезистентностью или, соответственно, не оправдано у лиц с, там, я не знаю, не выраженной гипергликемией. Вот, ну, там где-нибудь 5,5 у нее, да, там, с инсулином 8-9, пускай слегка завышенным. И что мы видим? Мы видим инсулинорезистентность, уже более стойкую. Или второй диабет, уже более стойкий. Вот, и понятно, что, если, допустим, такая форма у нас была, при которой человек, наоборот, падал инсулин, где-нибудь двоечка была инсулин, да, у девочки, а глюкозка была высокая. В таком случае такая девочка будет говорить, не Азинпик помог похудеть, и откатов никаких не было, все хорошо. А вот та, у которой инсулин был высокий, как я сказал, высокая глюкоза, она будет после Азинпика ругаться. Поэтому так очень разнятся мнения, потому что вы не наблюдаете за анализами. Вы подобно тем самым вот качкам, которые наобум себе колят тестостерон, девочки наобум себе колят Азинпик, и они такие, ага, все нормально, анализы нет, не слышала, в лучшем случае это контроль глюкозы, а как она ее будет контролировать, ну, вообще непонятно, ну, типа колоть или не колоть Азинпик, что ли. Вот, поэтому, соответственно, ну, вот печально, печально происходит, потому что последняя пациентка после препарата Азинпик, которая у меня была, вот, она, соответственно, ну, так вышло, что она забеременела, потеряла плод, правда, ну, на ранних очень сроках, вот, произошел выкидыш, безболезненно, соответственно, в принципе, вот сейчас мы происследовали, прочие гинекологи осматривали, есть полные данные, все, репродуктивная функция сохранена, слава богу, все хорошо, но, тем не менее, за счет огромного скачка инсулина и глюкозы, она резко отменила, тем более, препарат, из каких-то своих соображений, вот, плюс все-таки, ну, такой там возраст, ну, после 30 все это сложнее переживается, понимаете, вот, поэтому, как бы, не очень хорошая эта история, вот, не очень хорошая история применения препарата Азимпик, поэтому я вас всех призываю просто без врача не применять, скорее всего, он вам не показан, если у вас нет диагноза 2-й диабет, так что, дорогие друзья, берегите себя, если есть вопросы, я вас всех жду на онлайн-консультациях, и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok